Арсен Кушетеров работает хирургом в Зелингчудской районной больнице вот уже 4 года и отмечает, что за время пандемии количество хирургических и травматологических пациентов, в частности экстренных, со осложнениями только росло. Но несмотря на колоссальную нагрузку, слаженная команда медиков Центральной районной больницы со своими задачами справились на ура, а все прочие недуги уже лечатся в плановом допандемийном порядке. В данный момент более-менее все успокоилось. Касаемо того, что уже пациенты меньше обращаются экстренно. Это связано с тем, что они своевременно при помощи и как и других специалистов выявляют заболевание и получают необходимое лечение, не доводя его до экстренности. То есть в плановом порядке. Бок-обок с Арсеном Кужетеровым во время пандемии работала Марина Терещенко. Карантин, СИЗА и специальный бокс для ковидных пациентов сейчас для неё уже воспоминания. Приём был через бокс, специальное отдельное помещение, где принимались все температурящие больные. Ну, ходили туда и на консультацию, не только я там была, и терапевты, и хирурги. Ну, смотря с каким заболеванием обращались люди. Ну, и также и сюда люди приходили. Некоторые не говорили, что у них коронавирус, свои симптомы скрывали, и приходили сюда. Конечно, было тяжело работать в пандемию. Было очень много людей, больных, и выезды на дом, и консультации на дому, и по телефону. Словом, сам ковид отступил, но с его последствиями ещё придётся бороться. Не случайно сейчас в Зеленчукской центральной районной больнице идёт углубленная пасковидная диспансеризация, на которую каждый день приходят аж 100 человек. И это ещё раз подчёркивает, что врачи и население Зеленчукского района ответственно относятся к вопросу здоровья.